Друзья, всем привет! С вами Георгий. Добро пожаловать на мой канал о редких растениях и суккулентах Раритет. И сегодня я хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос о кактусах, почему на них появляются темные пятна. И сразу хочу сказать, что пятна на кактусах могут появляться в результате нескольких причин. И я сейчас их назову, а потом каждый постараюсь из причин продемонстрировать какими-то примерами. Первая причина это естественное старение, взросление растений, вследствие чего нижняя часть растения может темнеть, опробковивать, то есть она грубеет, такая шкура там получается более толстая и соответственно приобретает темный окрас. Причина номер два это какие-то болезни, например нападение грибков. Если растение поражается грибком, то эта часть может приобретать темный окрас. Причина номер три это вредители, например паутинный клещ. Если растение поражается паутиным клещом, то оно покрывается такой коркой золотистого цвета, ну либо просто темнеет, поэтому тоже такая очень распространенная причина появления темных пятен и изменения цвета стебля кактусов. И причина номер четыре это солнечные ожоги. Как бы странно это ни звучало, но да, друзья, если после зимовки нашей, да, достаточно темной, особенно в Подмосковье, кактусы резко попадают на солнце, они могут обжечься. Либо просто растения не приучены к прямому солнечному свету, подвергаются длительной экспозиции на солнце на прямом, они часто обжигаются, могут вообще погибнуть от этого. Вот такие основные причины. А еще причина номер пять можно отметить, что ожог это химический может быть в результате использования каких-то сильно действующих препаратов фитотоксичных, обработок. Если не соблюдены какие-то меры безопасные для растений, концентрации не учтены, то могут появляться тоже пятна на кактусах, что будет портить их внешний вид. И сразу хочу сказать, что эти пятна, этот внешний вид, никак его не исправить, друзья. То есть, эти пятна, ну, крайне редко, я вообще не помню даже в своей практике такого, чтобы они пропадали. Но, как бы, я ставлю маленькое но, что, ну, всякое может быть, и, может быть, они могут пропасть. Поэтому, ну, я такого не встречал. Хотя природа дело такое обширное, еще до конца неизвестное, поэтому, кто знает, всякое может случиться. Еще, я, наверное, упустил одну причину, номер шесть, это механические повреждения. То есть, что я имею в виду, например, растения вы задели, поцарапали, либо кактусы рядом плотно друг с другом стояли, колючками друг к другу воткнулись. И вот в этих местах повреждения будут, опять же, темные пятна. В общем, наверное, я все сказал, почему могут пятна появляться или какие-то потемнения на растениях. Ну, и давайте будем сейчас смотреть, какие примеры этих пятен я смогу найти у себя в коллекции. Ну, и вот первый астрофитум, очень крупный, он 25 сантиметров в горшке. Посмотрите, это очень старое растение. Его нижняя часть имеет характерные для взрослых растений пятна а-ля потемнение. Это вообще не стоит об этом переживать, беспокоиться, потому что растение абсолютно здоровое. Оно развивается, цветет. И все с ним хорошо. Рядом его брат. У него тоже ножка темного цвета. Вот, посмотрите. С этим бороться бесполезно. Просто растение, если растет быстро, оно оседает и скрывает эту ножку и нижнюю часть быстрее, чем она образуется. Поэтому я не считаю, что это как бы сильная такая проблема. Еще хорошо видны какие-то вот такие пятна на гимнокалициумах. У них части могут быть... Тоже нижней части могут темнеть. Особенно у взрослых растений. Ну, или растения, которые давно не пересаживались, но были пересажены, потом надулись. И очень характерно видны вот эти вот разводы. Снизу желтые на растения. Это вообще, на мой взгляд, никакая не проблема. Ну, что поделать, растения так вот, они развиваются. И такое вот может случиться. Посмотрите вот на этом мультифлоруме тоже. Вот такое опробковивание. Это тоже большое очень растение. 25 см горшок. Вот, посмотрите, рядом с моей рукой. Так что вот так. Так, здесь стоит еще один гимнокалициум, у которого есть солнечные ожоги. Посмотрите. Вот спигациня. И видно, что на ребрах есть ожоги. Я выставил это растение резко на солнце. А может быть и не я, я не помню. Но я уж не буду перекладывать на кого ответственность. И растение получило вот такие ожоги на ребрах. Соответственно, что мы делаем? Да ничего мы не делаем. Видно, что молодой прирост новый на макушке абсолютно нормальный, здоровый. И с возрастом, конечно, потребуется несколько лет, чтобы вот эта некрасивая часть заросла, сросла вниз. И растение снова стало красивым. Ничего тут не поделать. Что хочу еще показать, то что рядом. Вот механические повреждения. Видите, как выглядят пятна? То есть вот этим кактусом или его я задел чем-то, или он упал. Ну, всякое может быть в жизни. И вот такие вот получаются на нем болячки. Они тоже зарастают, потому что растения способны заживлять ткани. Вторичная меристема, так называемая, образуется кальюсный слой, и он зарастает. И все, это никак не вредит растению. И, соответственно, никак эти пятна по растению не распространяются дальше, если мы бережно к нему относимся и ничем его не царапаем. Следующее, что хотелось бы показать. Здесь вот тоже какие-то есть пятна, но это, я думаю, тоже ожоги. Похоже очень на ожоги. Так, нужно показать еще в результате болезни. Например, вот на этой корифанте, плохо, наверное, будет видно, есть такие пятна. Черные. И это остатки поражения грибком. То есть, например, в теплицу залетает какой-то осенний листик, на котором живет какая-то микрофлора, например. Да и всякие грибы, они в воздухе споры летают. Благоприятные условия для прорастания споры грибка. Вкусный кактус попадается. Температура там прохладная, например, света немного. У кактуса снижен иммунитет, и, пожалуйста, грибок начинает его кушать. Если хозяин вовремя замечает эту проблему, обрабатывает препаратом, то рост грибка прекращается, и кактус ура спасен. Это очень здоровая корифанта. Так. Кто у нас еще тут? Вот тоже два парня, на которых есть и механические повреждения, и сильное оправдывание низа растения. Еще покажу вам одного несчастного, который переболел грибом. Здесь была какая-то очень ядерная форма грибка. Причем болел он летом, как ни странно, растения. Вот в одном горшке их несколько штук. Ники хиноцириуса. И вот так один побег очень сильно был поражен грибом. Но я обработал ядерно-фунгицидом. Рост гриба прекратился. Видно, что тело кактуса после поражения грибком изменило свой цвет. Такие пятна на нем есть. Но он выжил, и макушка он позеленела, вновь начал отрастать. Ну что, друзья, вот, ну, конечно, в жизни растений, в жизни коллекции случаются всякие такие неприятности, потому что все живое хочет жить, и вредители, и грибы тоже хотят жить, и могут поражать растения. Но что поделать, мы для того и существуем, чтобы поддерживать наше растение в порядке, и постоянно мониторить ситуацию, и вовремя на нее реагировать, если что-то плохое произошло. Вот еще опунция, на которой тоже видно хорошо поражение грибками. Поближе постараюсь показать. Болезни растений не меньше, чем болезни людей. И коллекционеру приходится в это все сильно погружаться, чтобы его растения выглядели хорошо. Вот тоже на большом ря-кактусе, на таком дедушке, есть некое повреждение механическое. Ну, что поделаешь, когда такого дедушку перетаскиваешь, можно его об угол задеть. И видно, что с возрастом нижняя часть кактуса тоже темнеет. В этом нет ничего страшного. Абсолютно. В целом, все равно растение имеет хороший, здоровый вид. Цветет. Ого-го как. Так, я вам не смогу показать растение после поражения паутиным клещом, потому что у меня, слава богу, его, этого клеща, удается контролировать. Я обрабатываю профилактически от него. И он у меня как-то... Вспышек каких-то активных нету. Так, грибы я показал, солнечный ожог показал, механическое повреждение показал, и старение я вам показал. Что еще показать? Вот покажу очень древнюю мамилярию, которая, конечно, выглядит не айс. У меня она вот с прошлого года, только сейчас начала нарастать нормального вида макушка, а так она сильно потянута. И видно, что весь низ коричневый просто. Этому растению лет 20. Но выглядит оно вот так. Корифант тоже очень старая. Смотрите, как она сильно опоркаела. Кстати, вот растение, которое было поражено паутиным клещом. Это было еще в коллекции человека, от которого я получил это растение в прошлом году. Видно, что прирост, который у меня, он зелененький, жирненький, хороший, потому что я пересидел растение в хороший грунт. А прирост до этого вот покрыт такой коркой золотистого характерного цвета. Вот это, друзья, растение было поражено паутиным клещом. После поражения клещом остается вот такая фигня. И это никак не исправить. Это только с возрастом должно зарасти. Плюс это растение, видно, очень старое. Тоже ему лет дцать. Видно, что низ у него еще и опробковел. Но я надеюсь, что у меня там просто будет очень хорошее растение, оно придет в порядок. Вот так. Такая вот история. Печально. Но с хорошим окончанием. Еще могут быть всякие щитовки, мученистые червецы, но от них следа, как правило, особо не остается. От щитовки может оставаться. Но от мученистого червеца ничего не остается. Вот тут еще есть подвойчик. Сейчас наведу. Вот здесь тоже характерные такие следы грибкового заболевания. Я уже не говорю какие-то там альтернариозы, какие-нибудь еще что-нибудь. Это, в принципе, бессмысленно. Потому что есть сейчас фунгициды широкого спектра действий, которые помогают от очень большого количества заболеваний. Периодически просто нужными обрабатывать, чередовать препараты, чтобы не было у грибка привыкания. Чтобы препарат всегда хорошо работал. Вот на этих астрофитумах, на подвое, и вот на этом астрофитуме хорошо видны следы грибковых заболеваний. Ну, все это было вылечено, все это зарубцевалось. А здесь вот еще на этом астрофитуме варегатном от старости тоже потемнение снизу пятна. И, в общем, все. Варегатные растения, естественно, имеют более слабый иммунитет, поэтому болеют намного чаще, могут заболеть. И растут они намного медленнее, иммунитет у них намного хуже. Поэтому, чтобы их выращивать, нужно относиться к ним, конечно, внимательнее и заботиться о растениях лучше, проверять, постоянно мониторить на наличие каких-то вредителей, болезней, вспышки болезней. Это очень актуально. В общем, это труд немалый, друзья, труд большой. Ну, я считаю, чтобы растения были в идеальном состоянии или хотя бы близком к нему, но есть к чему стремиться. И игра стоит свеч. Вот на этом кактусе на астрофитуме тоже видны пятна от грибов. Это, насколько я помню, растения из Китая достались. И они вот такие вот. Или из Таиланда. Ну, короче, откуда-то оттуда, где эта микрофлора просто зверствует. Эти грибы везде. И они более агрессивны, чем у нас, потому что у нас хоть зима, и они не круглый год. Нагрузка эта снижается зимой. Плавное проветривать помещение, где растения находятся. И чтобы была не особо высокая влажность, тогда растение удается сохранять в хорошем состоянии. И грибы их особо не поражают. Ариокарпусы так вообще с возрастом могут отсушивать нижнюю часть стебля вот так сильно. И только верхушка у них развивается. Ну, опять же, когда им хорошо, то верхушка нарастает быстрее, чем отсыхает низушка, так скажем. И без проблем растения развиваются. Видно, что очень старый. Друзья, ну что ж, я показал вам проблемные моменты, которые бывают. Какие бывают причины пятен на кактусах, почему они бывают. Поэтому следите за вашими растениями. Почаще их проверяйте, мониторьте, хорошо ухаживайте. Не скупитесь на хорошие, качественные препараты от болезней, от вредителей. Но я их не рекомендую. Говорю, потому что они, многие, которые использую я, сильно действующие для профессионального использования и требуют особых мер безопасности. Поэтому для широкого использования их рекомендовать, ну, не возьмут на себя ответственность. Это может принести вред здоровью, если не умело с ними обращаться. Поэтому читайте инструкции или консультируйтесь с какими-то агрономами по защите. Людей этих можно найти, в принципе, и получить для себя какие-то консультации. Читайте внимательно, пожалуйста, инструкции. Ко всем препаратам используйте средства индивидуальной защиты. Это сэкономит вам. Так сказать, вообще нервы и, возможно, средства на решение проблем, которые могут возникнуть в результате неправильного использования этих препаратов. Честно вам скажу, лучше профилактировать и как-то постеречься, чем потом решать эти проблемы. Я не просто так акцентируюсь на этом моменте, потому что мне очень много вопросов задают, чтобы я порекомендовал какие-то рабочие схемы. Но, честно, вот не считаю, что у меня есть моральное право на это. Поэтому ограничусь такими общими рекомендациями. Всем здоровых растений! А с вами был Георгий. Пока! Не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой инстаграм. Там все ссылочки будут под видео. Пока!